АРТИК ТВ ВКонтакте, вот Астрологический Центр Знаки, здесь есть специальный раздел ваши вопросы астрологу. Вопросов приходит очень много, и мы постараемся сегодня постепенно на них отвечать. Но, пользуясь случаем, я вас хочу всех пригласить, тех, кто желает, на специальное мероприятие, которое называется Мастер-класс по лунному календарю 2018 года. Будет он проходить в том месте, где вот здесь специальное объявление будет. И если вы желаете познакомиться с этим лунным календарем, научиться им пользоваться, составлять для себя какие-то прогнозы, то милости просим на этот мастер-класс. Ну и начнем с вопросов. Вопрос нам задает Маргарита. Привет, Сергей. Доброго времени суток. Меня зовут Маргарита. Родилась 25 марта 68-го. Место рождения Мурманск. Хочу поменять в 2018-м работу. Хотела бы знать, стоит или нет. Не замужем. Хотела бы знать, будут ли изменения в личной жизни в 2018 году. Спасибо. Ну вот, открываем гороскоп Маргариты. 25 марта 68-го. Вот так он выглядит. Маргарита. Значит, Солнце у вас в 5-м градусе Овна. В Овне еще очень много планет. Марс в Овне – это очень большая активность. Активность такая, знаете, просто вперед хочется идти с таким Марсом. Сатурн в Овне. Сатурн в Овне не дает человеку сдерживающего момента, то есть очень много активности. И Луна, Водолея. Луна Водолея дает возможность свободно мыслить, свободно понимать вот эту свободу, стремиться к этой свободе. И Луна находится в таком-то квадрате здесь вместе с Нептуном и с Юпитером, потому что дает очень большой эмоциональный заряд человеку. То есть эмоции всегда бурлят. И вот вы как бы на острие этой битвы здесь показаны, здесь нарисованы. Вот вы спросили про личную жизнь. Но у меня же в прошлом году у вас показатели такие, что Нептун, владыка всеобщей любви, такого неземного счастья буквально вот шел по вашей Венере. И если он шел по Венере, то это всегда какие-то личные отношения показывает. Если их не было, ну тогда я уж не знаю, что тут предсказывать. Вот в таком вот образе. Дальше события здесь развиваются следующим образом. В 2018 году, где-то ближе к лету, планета перемен, Уран, встанет на ваш радикальный Марс. Марс управляет всем Овнам, и поэтому у вас в жизни впереди очень большие перемены. Если вы это связываете с работой, пожалуйста, это можно менять работу. Но вот таких однозначных показателей к смене работы нет. Есть к обновлению жизни. Вот вся жизнь должна обновиться, что-то новое, что-то необычное. И такое достаточно приятное. Если этим воспользоваться, то в жизни будет от этого только плюс. А если бояться и прятаться, то будет минус. Поэтому удачи вам в следующем году и всего самого замечательного. Следующий вопрос. Следующий вопрос нам задает Виктория. Здравствуйте, меня зовут Виктория Владимировна. Родилась тогда-то в городе Мурманске. Когда ждать пополнения нам? Ну, как я понимаю, пополнение это связано с ребенком. Будет ли покупка недвижимости в ближайшие годы и хочу сменить место работы, когда это лучше сделать и стоит ли это вообще? Ну, давайте откроем ваш гороскоп Виктория. 9 февраля 88-го. Вот он так выглядит. Но здесь показатели следующие, что вот в Зените, вот эта линия верхняя, называется Зенит МЦ в астрологии, здесь масса планет скопилась. Когда там масса планет, это говорит о том, что человек будет делать карьеру. И очень много у него в карьере будет получаться в данном случае. И вот за карьеру здесь отвечают несколько планет, которые тоже вот здесь находятся. Ну, а в следующем году складывается такая ситуация, опять же, планета Уран покидает знак Овна и входит в знак Телец. И будет туда-сюда ходить по этой границе в течение всего года 18-го. И получается, что здесь и смена работы стоит. Но смена работы такая, знаете, позитивная. То есть, если вы хотите сменить работу и уже настроены, подобрали для работы все, поговорили, вас приглашают, все у вас получается, то тогда стоит переходить. А если рывок такой в никуда, то делать ни в коем случае нельзя. С другой стороны, Луна, которая отвечает за жилье в вашем гороскопе, она находится на границе знака весов и знака скорпиона. Как раз вот здесь, напротив, встает вот эта планета изменений. И поэтому вот эти планеты взаимосвязаны между собой, получается. И смена жилья здесь, смена места жительства происходит. Но не какое-то далекое, что вы уезжаете, а непосредственно связанное с жильем в той точке, где вы находитесь. Ну, город на город, вот в области или там по Мормонску, вот смена жилья показана. Дальше вы спрашиваете про пополнение. Вот здесь очень сложно ответить, потому что в затруднительном положении 9.30, вот допустим, добавить там 5 минут к 9.30, уже немножечко другой прогноз получается. Поэтому здесь вот ничего плохого, по крайней мере, не показано. Ничего плохого. И вот поскольку здесь смена работы, возможно, отход от работы, то у молодых девушек вот эта смена работы иногда показывает возможность уйти в декретный отпуск. Поэтому вот в следующем году все в ваших руках и хватайтесь за все мероприятия, которые вы запланировали. Я надеюсь, что у вас получится. Еще у нас один, одна карта. Нас спрашивает Ксения Юрьева. Добрый вечер. Хотела бы узнать, сколько браков у меня выходит по карте. Есть ли критические моменты в семейной жизни и что в плане работы. Дальше вот дата рождения. И вот просит дать такой ответ. Сейчас мы найдем здесь. 31 марта 1991 года. Ну что мы здесь наблюдаем? Знак Овна. Десятый градус Овна. Солнце находится. Луна находится в 20 градусе Овна. То есть практически полнолуние. То есть луна напротив солнца – это полнолуние. Эмоций очень много. Эмоции захлеб. Вот ближайший год показаны. Взрыв этих эмоций. Всякие сложности с эмоциональным миром. Вот здесь показаны вот таким вот образом. Дальше. Сама линия брака. Дисцендент так называемый. Она находится в знаке Девы. И поэтому управляет ей Меркурий. Меркурий находится в конце Овна. Куда вот зайдет вот эта планета, о которой мы сейчас будем говорить, Уран. И кроме того прочего, изначально вот этот Меркурий в Овне находится под ударом от Юпитера, из знака Льва. И интерпретируется это так, как возможность разрушить семейные отношения. Конечно, это только возможность. Мы не можем сказать, что это развод или не развод. Мы не можем сказать, что это точно будет какой-то судебный процесс. Мы можем только сказать, что будут проблемы. И эти проблемы иногда удаются решить. К сожалению, в современном мире так устроено, что если там в 19 веке таких разводов на таких вот показателях не было, то сейчас люди все свободны, и все сразу берутся за самое резкое, что есть в жизни, за развод, и пытаются с помощью этого инструмента решить какие-то личные задачи, которые перед ним стоят в отношениях. Но, по крайней мере, вот этот развод, он проходит. И вы вот спрашиваете, когда будут осложнения в отношениях. Осложнения будут в следующем году. Буквально там с весны, с начала лета, практически на 7-8 месяцев вперед здесь будет происходить событие, связанное с тем, что вы можете не выдержать. Эмоциональный мир будет очень сильно бурлить, и возможность разрыва отношений с вашим человеком молодым или мужем, я не знаю, замужем, нет, здесь просто налицо. Но от этого же можно тоже как-то отойти, например, пережить этот момент, переждать этот момент, отпустить ситуацию, пусть она там сама разруливается. Но в вашем случае я бы предложил вам не прибегать к резким каким-то действиям. То есть если резко не действовать, то может быть ситуация и минет, и не тронет, не затронет. Конечно, она будет видна, и будут сложности, но они могут пережиться, если не принимать однозначных и резких решений. Какие вы можете принимать, потому что вы овен, и сам Марс у вас находится, управляющий овном, Марс находится в близнецах, вы очень шустрый человек, и очень быстро все можете рубануть с плеча. Так что будьте осторожны, и я надеюсь, счастье вас не оставит. И еще у нас один гороскоп есть. Нас спрашивает Олег, он под именем строгий очень. Вот здесь. Здравствуйте, уважаемый Сергей. Олег, 19 января 64-го. Чего можно ожидать в ближайшее время, в 2018 году? Заранее благодарю. Открываем гороскоп Олега. Открываем гороскоп Олега. Смотрим, что здесь происходит. 19 января 64-го. Омск. Вот такая карта. Солнце в самом низу, в 28-м градусе Скорпиона. С другой стороны, со стороны водолеек, Солнце примекает Марс. И это можно говорить о том, что человек очень активный. Но здесь еще стоит очень сильная эмоциональность, потому что Луна, вот она, Луна в рыбах, находящаяся в 15-м градусе рыб, находится напротив самой такой сильной, самой неустойчивой, самой мощной планеты Зодиака Плутона. Между ними оппозиция, вот эта черная линия проходит. То есть, Олег, вас все время взрывают эмоции. Вот таким вот образом показано. Кроме того, Луна у вас отвечает за переезды. Вот так показано. И она отвечает за личную жизнь в плане душевного состояния. И вот в следующем году здесь происходит несколько таких элементов. Во-первых, к Солнцу. Вот здесь Солнце в 28-м градусе Козерога. И с 28-го градуса Овна делает очень напряженный аспект уран. И он меняет, ну, вашу жизнь целиком. Вы можете поменять работу, поменять цели в жизни, подумать о том, что не начать ли жизнь сначала, что-нибудь такое сделать интересное в своей жизни, совершить вот такой скачок, переворот. Это один вариант. А второй вариант, то, что Нептун, владыка вселенской любви, переживаний, какого-то необыкновенного счастья, становится на вашу вот эту разогнанную Луну, которая отвечает за внутренний мир человека. И поэтому здесь возможен как переезд, так и большие вот личные взаимоотношения или личное счастье. Я, конечно, не знаю, как у вас в судьбе сложилось, но то, что впереди у вас год больших перемен и очень интересного душевного состояния, это точно. Дальше смотрим, какие вопросы к нам пришли. Наталья спрашивает. Здравствуйте, Сергей, с наступающим вас Новым Годом. Скажите, пожалуйста, что принесет мне год шелтой собаки. И дальше данные предоставлены. По-моему, Наталья нас уже о чем-то спрашивала. Вас тоже с наступающим Новым Годом. И мы открываем гороскоп Натальи. Смотрим. 17 июня 84-го Самара. Вот такой вот интересный гороскоп. Здесь Солнце и Венера в соединении в самом конце знака Близнецов находятся. И как раз вот сейчас, в этом году, вот идет эта планета, которая все сжимает, называется она Сатурн. Она движется в конце Стрельца и делает аспект, так называемую позицию. Давит вот на это Солнце, и эту Венеру. И сейчас вот эта осень могла быть очень сложная, непонятная, вот такая, как бы грустная. Но к Новому Году Сатурн выходит из знака Стрельца и переходит в Козерог. И вас Наталья отпускает, и у вас все начинается хорошо. И очень интересные события начинают разворачиваться в этом году. Очень приятные, которые принесут много таких, каких-то неожиданных, но неплохих событий. Поэтому вот этим надо воспользоваться. Год с желтой собакой здесь обещает какие-то новшества. Может быть, даже вы их и не планируете. Но они обязательно произойдут, и произойдут они очень положительно. Так что ожидаем хороших перемен, ничего не боимся. И год собаки, как видите, он для вас позитивный. И еще мы получили очень большое письмо от Инны. Инна пишет следующее. Здравствуйте, Сергей. Меня много лет мучает такой вопрос. 30 лет назад я по настоянию мамы вернулась в Мурманск. До сих пор ощущение, что город меня не принимает. 30 лет назад. Все достигается с большим трудом. И дружеские отношения не выстраиваются легко. Про карьеру и денежные отношения вообще молчу. Одно время было ощущение, что чем больше я прикладываю усилий, тем дальше нахожусь от цели. Ощущение, что как-то или что-то выстраивает мне препоны. Если даст, то с чем это связано? И как это преодолеть? До возвращения все-таки как-то само плыло мне в руки. Встречались нужные и хорошие люди. По карьере был зеленый свет. Продвижение шло легко, без усилий. С моей стороны даже принуждали. Всегда нравилось учиться и познавать новое. Я была уверена раньше, что так будет всегда. Но по приезде сюда вынуждена заниматься низкоквалифицированным трудом. Мне даже не удалось решить квартирный вопрос. С трудом выучила дочь, про себя пришлось забыть. Ощущение, что проживаю чужую жизнь. Что на очередном жизненном перекрестке я выбрала не тот путь. Однажды гадалка на картах Таро сказала, что у меня карта человека больших городов. И чтобы моя жизнь сменилась в лучшую сторону, мне надо уехать в большой город. Несмотря на то, что половина жизни прожита, вернее, пролетела, хотелось бы узнать истинное предназначение в этой жизни. И что надо делать, что осуществлять. Или уже поздно изменится ли мой квартирный вопрос в лучшую сторону и затянувшееся фатальное невезение. Моего оптимизма может попросту не хватить. И еще один нюанс. Я всегда с удовольствием помогал другим людям. Но со временем появилось ощущение, что некоторые приближались ко мне в трудные минуты и забирали часть моей удачи, им абсолютно непредназначенную. После этого моя жизнь становилась реально тяжелее. Возможно ли такое? Если да, то возможно ли вернуть себе удачу, только мне предназначенную, и прекратить питать вампиров, если это не плод моего воображения? Вот такой вот философско-интересный вопрос пришел. Значит, гороскопы на 14 апреля 1963 года времени скажу, Мурманск, Мурманская область. Ну вот так он выглядит. Вообще тут все рассыпано, все рассыпано, ну в разных местах находится. Могу сказать, что ну я бы не отметил, что здесь какой-то момент связанный с городом, то есть переехали вы в Мурманск или остались вы в Москве или в Санкт-Петербурге, или уехали куда-нибудь за границу, тут, видимо, не имеет никакого значения. Тут имеет значение только ваше состояние, что с вами происходило, где бы вы ни находились, хоть на Луне происходили бы те же самые события, потому что их не избежать, просто с ними надо было как-то бороться. Вот у вас огня очень много, например, Солнце в Овне, Юпитер в Овне, Марс в Ольве, Луна в Стрельце, очень такой заводной характер, оптимистический, сильный и все, что с этим связано. Ну, например, если вы меня спрашивали, что вам делать, я думал, что вот в этом году, в 17-м году у вас в какое-то время перемены очень больших и там все может измениться, все закрутится по-другому, надо лишь только эти перемены каким-то образом схватить. Вот так здесь показано. И мне кажется, что все-таки это ваш гороскоп. Здесь, конечно, есть сложности, но, например, вот прямо на восходе находится черная луна. Черная луна связана со всеми сложностями, которые человеку даются в этой жизни. Но поскольку это восход, а восход связан с личностью человека, все зависит только от вас. Сложно мне ответить на все вот эти вопросы, которые вы поставили так вот быстро и однозначно. Но что здесь видно? То, что видно, что место жительства вашего изменится. Но это не дальний переезд, я думаю, в ближайшее время, а просто изменение места жительства, покупка квартиры, приобретение квартиры, наем, смена. Вот это вот показано. Кроме этого показано, я не знаю, как у вас с личными, но личные взаимоотношения показаны впереди. Например, года через полтора тот же самый Нептун, который двигается по рыбам, он дойдет до Венеры. А Венера, как известно, она связана у нас с несколькими показателями, с материальным положением и с личным, обычным человеческим счастьем. Так что и то, и то здесь тоже показаны. Не знаю, не знаю, трудно ответить вот на все ваши поставленные вопросы, но как бы таких ужасов я бы здесь не наблюдал. Я бы подумал, что если не терять оптимизма и приложить какие-то усилия, то можно очень многого добиться в жизни. Вот на этом, уважаемые телезрители, наша передача подходит к концу. Звоните нам, пишите на следующей неделе, а мы будем отвечать на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!